Угол зрения с Алексеем Мартыновым 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 Госсекретарь США Блинкин, человек Байдена, эту рабочую неделю проведет в Европе, посетит Францию и Бельгию. В Париже Блинкин встретится с президентом этой страны, Эммануэлем Макроном. Обсудит, конечно же, ситуацию на Украине, ряд других вопросов. После Блинкин переедет в Брюссель, где пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. Там он переговорит с приглашенным на НАТОвский саммит главой МИД Украины Кулебы. Реальность такова, что, наверное, у каждого члена НАТО уже есть военный персонал на территории Украины. Но, как говорил главный евродипломат Жозеп Боррель, дело не в поддержке киевского режима из-за любви к украинскому народу. Это в интересах Брюсселя и Вашингтона. Я думаю, что Блинкин еще раз на это Кулебе укажет. Ну, конечно, к сожалению, глубоко плевать на судьбу украинского народа, да и на судьбу украинского государства. Всем этим деятелям они решают свои задачи. Почему в такой агрессивной манере и с чего вдруг, так сказать, они резко стали бояться России, бояться Путина, бояться нас всех, бояться нашего единства, нашей консолидации вокруг центра, вокруг флага. Ну, я предполагаю, что эта история из разряда знает, так сказать, кошка, чье мясо съела, да. То есть мы еще, наверное, и не догадываемся, вернее, догадываемся, но точно не уверены вот всей глубины подлости, на которую способны эти люди. И, к сожалению, так сказать, нам приходится иметь с ними дело. Нам приходится иметь с ними дело. И вот, несмотря ни на что, да, несмотря на то, что достаточно много проблем внутри политических проблем в самих Соединенных Штатах, и выборная кампания стартовала и так далее. Тем не менее, у них вот этот европейский обед на расписание, европейское турне госсекретаря Блинкина действительно начинается в Франции. Очевидно, ему очень хочется взбодрить, так сказать, президента Пятой Республики, особенно поддержать его на вот треке эскалации украинского конфликта, где уже отметился Макрон рядом сомнительных, но весьма резких заявлений и в сторону России, и вообще по поводу эскалации всего происходящего. Там, правда, это он недели две назад громогласно произнес, и тут же, так сказать, съехал с базара, как говорится. И, видимо, Энтони Блинкин желает, так сказать, вернуть его на путь истинный. Ну, посмотрим, чем это закончится, посмотрим, как они и о чем поговорят, ну, в смысле, то, о чем будет в средствах массовой информации, это тоже любопытно. О чем-то понятно будет разговор, вот что дадут в паблик, это прямо вот, так сказать, предмет исследования политологов, ну, и вообще, мне кажется, это интересно для всех, в той или иной степени людей, интересующихся тем, что происходит во внешнеполитических отношениях. А Блинкин едет в Париж, вот, поддержать, либо, наоборот, осадить Макрона, потому что после громких заявлений об отправке войск НАТО на Украину, якобы слова Макрона вызвали гнев у американских чиновников, об этом писало агентство Bloomberg, мол, в США недовольны провоцированием конфликта с Россией, хотя куда уж дальше провоцировать. Ну, да, но я-то думаю, что они больше недовольны, значит, экспромтом, да, то есть несогласованным, такой неавторизованной активностью, да, как вот выражаются в некоторых документах некоторые специальные люди, да. Вот, мне кажется, здесь вот больше недовольства, не то чтобы по смыслу, а вот именно вот в режиме такой неавторизованной активности, хотя, конечно, мне бы хотелось быть самим продавцом этой украинской смерти, и таким монопольным продавцом, я имею в виду, Вашингтону, ну, то есть Белому дому во главе с Байденом, а какие-то здесь, значит, французские торгаши сбоку, ну, явно их раздражают, да, раздражают, ну, я имею в виду, что, ну, явно риторически Макрон попытался себе там каких-то вестов записать, да, и начать продавать этот украинский ужас, вот, а это монополия Байдена и его команды, поэтому они, конечно, раздражены. Ну, я не думаю, что они сильно переживают, и, скорее, даже наоборот, нам бы, наверное, хотелось бы самим каким-то образом переломить тот сценарий, ту стратегию, которую взяла сегодня Россия, российские вооруженные силы, вот, имеется в виду тактику и стратегию проведения специальной военной операции, в рамках которой перестроена экономика, перестроены некоторые управленческие механизмы, и что позволяет, в общем-то, и планомерно добиваться результатов, не торопясь, что называется, да, аккуратно, и в то же время позволяет получать экономический рост, вот, даже вот в условиях такой непростой истории, при том, как они все несут убытки, и Соединенные Штаты, и европейские страны, и в экономиках это видно, ну, имеется в виду в показателях, допустим, по прошлому году, и непосредственно это, ну, очевидно, да, так сказать, и, конечно, их это раздражает, они бы хотели сами это продавать, шантажировать и выкатывать какие-то условия в Москве и Кремлю, а тут вдруг сбоку еще раз какой-то французский торгаш, понимаешь, на базаре появился, и давай этим украинским ужасом приторговывать в своих интересах, ну, конечно, это, да, их раздражает, безусловно. Идем дальше по политической неделе, совершенно верно, идем дальше, 3 апреля в среду в Брюсселе, министры иностранных дел стран НАТО проведут двугневное совещание под председательством пока еще генсека Альянса Столтенберга, и эта встреча состоится ровно 75 лет спустя после основания Блока в 1949 году, основывался он в Вашингтоне, вот такой черный юбилей будут отмечать с новыми членами Альянса, Финляндия и Швеция, хотя еще 5 лет назад, на 70-летие НАТО, Макрон заявлял о смерти мозга этого самого Альянса, знаменитая его фраза. Но Вашингтону и Брюсселю пришлось разжечь небывалый кризис на Украине, чтобы воскресить своего Франкиштейна с мертвым мозгом НАТО. Ну да, ну вот мы вначале как раз вспоминали, это, так сказать, турне Блинкина, так вот, собственно, это вторая остановка его турне, вот это юбилейное заседание, саммит НАТО в Брюсселе, 75 лет, действительно, ну, 75 лет много, ну, хотя, сколько у нас сейчас Байдену лет, я что-то не могу вспомнить, 81, по-моему, 87, по-моему, 81, а, 81, это, это, ну, Трампу, Трампу, 77, ну, да, ну, то есть, вот, Байден, Байден немного старше, немного старше НАТО, ну, вот видите, у него уже с мозгами не очень, хотя мне кажется, что он больше придуривается и вот изображает такого полоумного деда, если посмотреть на его действия, действия его администрации, они вполне себе агрессивно осознаны, да, хотя вот имидж такого, знаете, полоумного деда, на которого все можно списать, на его, так сказать, деменцию и так далее, ну, видимо, его пиарщикам нравится такой подход, ну, и он, видимо, тоже каким-то образом с ним согласен. Вот, так вот, в рамках этого саммита, значит, Блинкен собирается там из Кулебы встретиться, Кулебу тоже, естественно, пригласили на юбилейный саммит НАТО, хотя какое к НАТО имеет отношение Украина, ну, наверное, юридически никакого, ну, кроме того, что практически все страны Альянса так или иначе сегодня представлены на территории Украины в том внутреннем конфликте, который на Украине продолжается. Война гражданская, по сути, и где Россия проводит специальную военную операцию по локализации и прекращению этого конфликта, ну, и, понятно, с задачами демилитаризации, деноцификации агрессивного украинского режима. Так вот, буквально, вы, справедливо, Павел, заметили, буквально все страны НАТО в той или иной форме представлены в этом конфликте. Кто-то системой вооружения, кто-то наемниками, кто-то офицерами-советниками, кто-то спецназовцами, которые в украинской форме участвуют в конфликте. И таких случаев уже количество в том плане, что и среди погибших много натовских военных, как известно, ну, про технику, про танки, про другие какие-то большие и малые механизмы военного назначения из всех практически стран НАТО и даже говорить не приходится. Вот на этом фоне будет проходить вот этот юбилейный саммит. Кстати, здесь надо отметить, что, собственно, кроме всего прочего, в повестке и новая кандидатура генсека. То есть, наконец, Столтенберг выпросил себе пенсию. Ну, дембель давно, о котором он мечтал. Еще, я помню, до пандемии, кажется, у него заканчивалась уже вся история. И тогда продлили на год, потом еще, потом вот конфликт. На Украине радикализировался в большей степени с начала специальной военной операции. Его не отпускали, просто не отпускали и все. Вот, наконец, он вот вымолил себе дембель. И многие говорят о том, что Соединенные Штаты поддержат кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Юте на пост генсека НАТО. Они считают, что этот голландец, буквально подходящий кандидат на эту должность, идеальный, так сказать, управленец и проводник их вашингтонских, американских интересов. Ну, собственно, не секрет, что НАТО и создано в свое время в Соединенных Штатах, скажем так. То есть, вот именно 75 лет назад именно в Соединенных Штатах был подписан соответствующий комменюки НАТО, да, 49-го года, 4-го апреля. И, знаете, в истории этой организации очень много нюансов, которые вот за таким пропагандистским налетом времен Холодной войны многие вещи просто забылись, да, как это вот изначально происходило.